всем привет сегодня вот такая неприятная ситуация случилась у моей клиентки она была у меня около месяца назад и как она сказала через неделю после маникюра у нее начала воспаляться и болеть кутикула и ноготь что же произошло клиентки случился панорицей это острые гнойно-воспалительные заболевания появляется она вследствие микротравм повреждения колоногтевой области например порезы и царапины уколы возможно заусенцы или занозы из-за того что многие из этих повреждений не доставляют значительного дискомфорта человеку они долгое время могут оставаться незамеченными такие дефекты становятся входными воротами инфекции именно там происходит разложение микроорганизмов при недостаточном гигиеническом уходе бактерии могут проникать вглубь ткани и вызывая гнойное воспаление я спросила у своего клиента что же произошло если у нее какие-то возможные предположения из-за чего произошла данная ситуация она сказала что у нее есть две таких предположительных ситуаций в общем первое она пересаживала как актус и скорее всего попала какая-то иголочка от растения и собственно что и вызвало данную проблему вторая ситуация это то что возможно где-то произошла микротравма и собственно в которую попала инфекция и что вызвало за собой панорицей в общем клиентка боролась с этой проблемой самостоятельно дома она накладывала разные мази делала компрессы и собственно ей как мы можем заметить это помогло вообще проблема исчезает тогда когда выходит гной если гнойное воспаление вышло если ткани прорвались в каком-то месте скажем так и гной вышел то уже клиент будет чувствовать себя намного легче ну конечно же я бы не советовала в домашних условиях пробовать там и что-то себе самостоятельно лечить лучше конечно же обратиться к врачу ну либо же подологу если в городе вашем имеются подологи они могут бороться с такими проблемами и давать вам какие-то советы ну а дома конечно же лечиться я бы не рекомендовала так как это очень опасно и серьезно но мою клиенту слава богу все обошло она домашними способами себе помогла и сейчас уже ситуация намного лучше воспаление уже стухает потихоньку и гной уже также уходит в общем в принципе я думаю на следующую коррекцию ситуация должна быть намного лучше ну а на сегодняшней коррекции конечно же такой ноготь мы не покрываем нельзя покрывать никакие отклонения от нормы если на ногтях есть ноготь нельзя покрывать ни в коем случае мы уберем длину и оставим все так как есть именно на этом ногте но этим временем я выполняю маникюр на остальных ногтях кстати еще очень важный такой вопрос а может ли возникнуть подарить и по причине работы мастера маникюра конечно может мастер может сделать порез может порезать клиента сделать какую-то микротравму ну конечно же любая травма это очаг для развития какой-либо инфекции это входные ворота скажем так для инфекции для любой бактериальной инфекции ну в общем конечно да может быть именно не из-за мастера из-за того что мастер сделал травму которую попала инфекция но конечно же это не значит что если вы порезали клиента у него сто процентов будет панарицей просто нужно быть очень аккуратным и правильно обрабатывать ранки когда вы порезали клиента мы сначала наносим любое антисептическое средство например это может быть хлоргексидин либо перекись водорода а потом наносим после того как ранка обеззаражена мы наносим кровоостанавливающие средства такое как например эндажи или капромин очень будет интересно почитать в комментариях были ли у вас такие ситуации были у вас панарицей либо же у ваших клиентов или знакомых как он проходил как вы его лечили ну и какой вообще исход ситуации будет очень интересно почитать ваши комментарии думаю не только мне приступим к покрытию гель-лаком я уже обезжирила ногти за кадром форму я еще не придавала так как я это буду делать уже после укрепления гелем сейчас наношу на ногти праймер затем тонкий слой базы база у меня три форма наношу ее тоненько так как толстый слой нам на данном этапе не нужен она нам служит как подложка под гель для того чтобы была хорошая адгезия и сцепка с материалом чтобы не было от слоек такую базу использовать каучуковую или обычную не имеет значения ну и дальше наношу гель у меня гель во флаконе от фирмы limar 2 оттенок он достаточно полупрозрачный и имеет совсем легкий такой вуалевый эффект больше персиковый наверно буду выравнивать сразу по два ногтя промазываю ноготь тонким слоем затем ставлю капельку материала и распределяю по ногтю обязательно при выравнивании я всегда переворачиваю ручку для того чтобы оцентровать материал чтобы ногти у нас не были толстыми и потом переворачиваю обратно и быстренько сушим в лампе сегодня у нас будет нежное нюдовое покрытие это светоотражающая база от юпош оттенок 54 у меня таких три разных цветов если кстати вам интересно узнать что это за светоотражающие базы переходите ко мне в инстаграм там есть подробный обзор на эту торговую марку ссылки будут в описании на мой инстаграм носить буду ее в один слой не слишком тонкая ее на нашел и почему я не сделала сразу же крепление этой базой потому что ногти у клиента с базой плохо держится поэтому я предварительно нанесла укрепление гелем а теперь уже наношу тонько базу помогаю себе тонкой кистью и сушим в лампе осталось перекрыть ногти топом и дизайн готов пишите в комментариях как вам данный цвет как вам вообще ситуация в целом как бы вы поступили на моем месте стали бы покрывать такой ноготь или нет ну и вообще поделитесь своими ситуациями если у вас были похожи ну осталось подпилить длину и все готово подпиливаю я уже после того конечно же как топ просох всем большое спасибо за любую проявленную активность на моем канале ставьте лайк если в это видео было вам чем-то полезно всех наступающим новым годом и всем пока